Добрый вечер. Я надеюсь, что не удастся завершить тему у Алины, которую мы с вами начали уже два дня назад. Хочу только вам напомнить, потому что я уверен, что это вещи, которые быстро уходят. Поэтому еще раз повторить вкратце то, что мы с вами говорили. И надеюсь, что да, будут вопросы, потому что когда есть вопросы, легче понять, где слабые и непонятные места. Так, значит, еще раз. Значит, у нас... У нас... Прежде всего, первое правило, мы говорим о том, что строительство навесов, ойль, вот касается... Он является производным от... от... от работы строительства. Так? Почему нужно это все время помнить? Потому что запрет будет касаться только тех вещей, которые имеют отношение к строительству. То есть, подобное строительство. То есть, о чем идет речь? О крыше или о стенах? То есть, если нет подобия крыши, нет подобия стен, вот, то нет здесь запрета ойль, навесов, перегородок, которые мы с вами обсуждали. Так, теперь, это первое, то, что мы с вами говорили. Второе, и этот момент я должен подчеркнуть особенно, потому что это вещь, которую мы с вами не подчеркивали. Это момент такой. Когда мудрецы сказали, что нужно сделать запрет на... 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 на вес. Так? Мы сказали о том, что это постоянный навес или перегородка, это будет запрет Торы. То есть, 7 дней больше. И если это меньше 7 дней, до 7 дней это будет запрет мудрецов. Так? Вот. Теперь. Мудрецы, когда запретили, мы сказали, что они запретили в основном крышу. То есть, временную крышу, постройка временной крыши, или навеса, или любого подобия, то, что мы перегораживаем сверху. Так? Это запрещено. Это запрещено. Вот. Почему? Потому что в основном строительство обозначается крышей. То есть, прежде всего, главный элемент строительства это крыша. Так мудрецы указали, поэтому они считали, что нужно здесь ограду сделать более строгой. И поэтому различные варианты крыши, они запрещены, даже когда стенки или перегородки не запрещены. Так. Это понятно? Это понятно? Точно? Здесь можно прикрыть дверь. Спасибо. Теперь. В отношении навесов здесь есть один момент, который я хотел бы подчеркнуть. Мишенбру роботом пишет, что если у нас есть навес, самочный навес настоящий, то есть, мы берем, протягиваем брезент сверху. Так. Понятное дело, что мы его протягиваем для того, чтобы он защищал нас либо от дождя, либо от солнца. Либо с той, либо с другой целью. То есть, действие, которое я делаю сейчас, оно делается специально для того, чтобы это была вещь крышей. Так. Это главная цель навеса. Так. Так вот, Мишенбру робот пишет в отношении этого интересную вещь. Он говорит, что если это делает, видно явно, что ты делаешь это для той цели, которая делается крыша, то есть от дождя, от солнца, таких вещей. Вот. Ты делаешь временные, ты не делаешь на 7 дней, то все равно в этом и есть запрет. Все равно в этом и есть запрет. Однозначный запрет. Вот. Теперь. Когда же эта вещь, которая сама по себе, она не очень похожа на крышу? Как мы сказали с вами, это забыли распаковать с коробки после переезда. Так. Осталась коробка. Сбоку, сбоку и сверху поставили коробку. Да. Вот. То здесь, это явно верхняя коробка, она не похожа на крышу. Так. Только мутрицы сказали, поскольку все-таки здесь есть некое подобие строения. Так. Потому что есть стенка, стенка и сверху какое-то покрытие. Поэтому это тоже похоже на навес, на ойль. Только запрещен торой. И поэтому здесь тоже нужно устражить и запретить это. Но здесь есть уже гораздо более легкая ситуация. Почему? Потому что, поскольку это сама по себе вещь, она не очень похожа уже на, в полном смысле слова, навес. Вот. Поэтому запрет, здесь сказали мутрицы, будет только если он сделает и стенки, и крышу. То есть, в первом случае мы сказали, если он сделал это, поскольку это президент, яма с этой крыши, даже сама крыша без всяких стенок, она будет запрещена. Даже если это временно. Теперь, если же, если же это делается, вот именно вот эта при помощи каких-то вещей, которые не очень похожи на крышу, то тогда запрет будет только если он будет делать шабат и стенки, и сверху крышу. Тоже понятно, да? Это важно уяснить, чтобы можно было это в шабат применять. Точно понятно? Понятно это? Да? Просто никто не кивает головой и... Вот. Хотя... Есть непонятные, я объясню еще раз. Просто кто-то смелый-то сказал. Кто-то смелый-то говорит, это он делает схуд всем остальным. О! Морухашем. Я радуюсь, когда я говорю, что не очень понятно. Что непонятно? Я извиняюсь уже. Есть стенки и крыши. Какие ситуации это? Еще раз. Когда есть вещь, что вы протягиваете какую-то вещь, которую явно видно, что человек это делает только для того, чтобы защитило его от солнца, либо от дождя. Таких вещей. То есть тут для чего делается крыша. Когда вы делаете с этой целью, то даже если вы делаете это без стенок, это проблема. Это проблема, потому что... Вот это и есть подобие крыш, которое запрещено Торой. Так? Она наиболее похожа. Но когда вы установите какую-либо коробку. Так? Не знаю. Это бочонок, стулья в конце концов. Понимаете? То есть вещи, которые... И на них какой-то сверху какой-то навес, я знаю, там перекладину, какую-то коробку сверху поставите. Так? То все это строение само по себе, оно не в связи с тем, что вы делаете для того, чтобы вас это берегало от дождя, от солнца и от подобных вещей. Понятно? Да? Это явная разница. Вот. И здесь мы говорим, что поскольку подобие к той изначально, как бы, тому изначально запрету, который мы запрещаем, оно меньше, да? То есть это более отдаленное подобие. Вот. Поэтому уже запрет будет не на то, когда вы поставили сверху такое вот покрытие, а еще, когда вы сделали стенки. То есть сколько, когда сделали и стенки с двух сторон, и навес, тогда уже есть подобие запрета. Да? Сейчас ты горе пойдет на стол. Вот. Теперь так. Мы сказали, что есть устражение. Изначально Мышлен Бруру сражает по этому мнению, Рашбо, да, один решоним, вот, который говорит о том, что даже если ты делаешь такую временную вещь без стенок, то есть, отдаленное подобие, да, допустим, я знаю там, у нас есть тонкие ножки стола, так, вот, мы берем, ставим крышку на этот стол, вот, то есть здесь никаких стенок нет, так. И явно видно, что человек делает стол, а не навес от дождя. Тем не менее, он говорит, что поскольку все-таки это подобно, вот, крыше, вот, это будет запрещено даже без всяких стенок. Мы сказали, что это устражение. Вот. Изначально Мышлен Бруру говорит, что нужно устражать по его мнению, но в случае, когда есть острая необходимость, то можно облегчить и в данном случае не устражать. То есть, другими словами, можно поставить какое-либо верхнее покрытие, когда у вас уже присутствуют какие-то стенки. Да, потому что стенки вы не делали в шаббат, вы делали их до шаббата. Да, понятно? Но это, если речь о столе, то это же не стенки, это только ножки. Вот в том все дело, что в том все дело. Можно поставить шаббат? Поэтому он говорит, что в этом есть и хидуш, то есть, что мы запрещаем, когда это подобно дому. То есть, когда есть стенка, есть стенка и тогда наверх, тогда все эти три вещи, когда мы сделали в шаббат, тогда это подобно дому, строительству дома и мы запрещаем это. Но когда у нас здесь тонкая ножка, уже не похожа на дом, правильно? Здесь, с другой стороны, тоже две тонкие ножки. И только сверху есть какой-то навес, стол, крышку, плату. Только мы к этому кладем, есть хоть какое-то подобие дома. По главной линии закона это не запрещено, потому что это очень слабо похоже. Но Ражба говорит, что это да, будет запрещено. Потому что все-таки здесь есть подобие и на его мнение мы опасаемся изначально. Я поняла, что если двигать ножки, когда нельзя класть? Если они там стоят уже, то можно положить? По линии закона да, но еще раз повторяю, у сражения Ражбы включает такой случай. У сражения Ражбы включает такой случай. То есть, мы должны уяснить себе в голове вот этот самый момент. Изначально, даже просто какую-то крышку, не крышку на посуде, мы про это не говорим. Ну, какая-то вещь, какая-то плоскость. Она уже не нужна, она уже не нужна в вернутах от этой крышки. Это верно, но его запрет распространяется даже если это не нужно. Он распространяется даже, когда не нужно. Вы правы, вы правильно говорите, по линии закона мы не запретили бы эти вещи. Но он говорит само по себе, то что я сделал сверху крышу, это достаточно того, чтобы запретить. А если я коробки, которые стоят у вас, сдвинул? Ну, нигде на место отместить, вложу на коробку, там нет пространства. То есть, тогда было пространство, и вы там просто сметите так, что не будет пространства? Нет, не было пространства, считай они подряд. Нет, нет, если нет пространства, то нет никакого подобия ойля. Ещё раз, когда у вас изначально не было пространства в тефах, то есть мы говорим об районе, в прошлый раз говорили, 10 сантиметров это 8-9 сантиметров. Да, в таком случае вы можете, извините, вполне. Но вот это надо уяснить, это самая главная вещь, чтобы у вас началось какое-то усвоение этого материала, что изначально у нас должен быть сорваться рефлекс, что какое-то покрытие на поверхность, где у нас будет высота тефах, то есть 8-9 сантиметров, мы не кладём. Я поэтому спросил, мне сказали, что нет, там не было такого зазора, так, мы сказали, что без зазора, правильно? Без зазора, а в том другой вопрос, если есть зазор, в том я сдвигаю. О, теперь, когда у вас уже есть там пространство в тефах, и теперь, когда вы будете это сдвигать, что вы делаете, какой эффект получается? Разрушаете ойль. Вы разрушаете ойль. Не-не, без крышки, я веду две коробки. А, две коробки, нет, у вас просто две коробки стоят, у вас нет здесь ойля. Коэль, когда у вас есть навес. Когда у вас есть навес, тогда это будет запрещено. Без этого нет никакого запрета. Нет никакого запрета. Это понятно, да? Я понимаю, новое место, но мы должны немножко это утеплить, прежде всего, словами Тор, и поэтому мы изо всех слов будем стараться делать. Если вы мне будете помогать вопросами, мне будет гораздо легче это делать. Так? Теперь следующий момент. С этого момента вы спрашиваете, почему? Это учится из законов Тумы. Далековато, ну что поделать. Вот это начинается. То есть, такого рода, такой род навес, это минимальное пространство, которое мертвые или часть мертвого, я не буду эти подробности говорить дальше, вот, распространяет Туму. С тех мест это учится. Теперь. Можно, можно добавлять к временному такому навесу, оилу, можно делать добавку. Только к временному. К постоянному не сделать никакой добавки. Но к временному можно добавки. И здесь, как раз, вам особенно это будет актуально, потому что эти самые добавки, это как-то очень часто бывает то, что мы делаем с детьми. Ну, в смысле, для детей. Так? Вот. О чем идет речь? Сначала скажем правило. Почему, в принципе, можно добавлять что-либо к созданному уже навесу, либо к перегородке? Еще раз повторяю. Мы говорим о том, что запрет оиля касается не только навесов, но и перегородок в том числе. Так? Мы с вами говорили по этому поводу на прошлом занятии, какого-то перегородки запрещены. Теперь. Когда у меня уже есть, допустим, я знаю, полотнище. Так? Знаете, ну, приведем такой пример более для нас. Это действительно. Вы знаете, есть такой экран, который можно... Это он как бы такой... Он сворачивается в трубку, в такой, и из него вынимает. Да? Всем понятно? Да? Да? Понятно, о чем идет речь? Все понятно. Так? Что-что? Как экран. Да, белый экран. Как белый экран, до которого такую, знаете, трубку можно его свернуть, либо на ворот вытащить. Так? Так вот. Если, допустим, у нас есть вот эта самая трубка. Скажем, она черная будет у нас. И мы вытаскиваем из него этот целый белый экран. Так? Теперь, если, если он вытащен на расстоянии вот это самое 8-10 сантиметров, так, то можно его до конца раскрыть. Как по вертикали, так и по горизонтали. Это можно сделать. Это можно сделать. То есть, когда у вас, допустим, я знаю, какой-то брезент, который вы используете только, скажем так, когда жаркие дни не особо прикрываете. Либо на балконе, допустим, на балконе в такой случае. Либо, когда зимой вам это нужно. Так? Но так он у вас свернут. Так? Отодвинут к началу там, допустим, какие полозья идут. И он на них свернут. Так? Обычно он так просто свернул. Да? В данном случае вы свернули его. Если он у вас скомкан гармошкой, так? То ничего не помогает. Потому что не называется, чтобы вы начали его раскрывать. Но если он у вас свернут. Надо просто приучить себя к таким случаям для тех, у которых есть балкон. Если он у вас свернут гармошкой, но вот его начало, оно раскрыто. То есть она вот именно, как вы мыстили. Так? То есть не гармошкой, а вот таким вот начало есть уже. Понятно, да? Этот момент. Вот. И мы его уже начали. То есть он уже раскрыт. Вот это вот на 8-10 метров он раскрыт. Мы можем шаббат продолжить это самое раскрытие. В том случае, если эта вещь у вас временная. То есть это вещь, которую вы кладете там, я знаю, на шаббат. На шаббат только, да? То есть нет брезен, который у вас постоянно там лежит, закреплен там. И понятное дело, что человек такое будет делать, он может делать это надолго. Потому что он у вас постоянно закреплен, на постоянное пользование. Такое ни в коем случае нельзя. Но если вы... Вы знаете, что будет жаркий день сегодня. Особенно это актуально говорит зимой. Вот. Жаркий день. Детям захочется играть на балконе. Так? Вы хотите, чтобы вас был подготовлен к этому обстановку. Если будет слишком жарко, чтобы могли раскрыть. Но не нужно вам это... Вечером хочется там звезды посмотреть. Вот. Поэтому... Что можно сделать? Вот так вот его начать. То есть раскрыть его так, чтобы он был на 80 метров уже раскрыт. Так? Вот. И тогда в шаббат это можно продолжить. Трисы проще. Трисы проще. Трисы я сейчас скажу, почему они проще. Трисы проще. Почему трисы проще. На прошлом уроке меня спросили такой вопрос. В одной квартире есть такая, знаете, как бы салон. Есть стенка. Тоже такой гармошкой. Она сложена. Вот. И когда можно, просто можно ее раскрыть. И она перегородит помещение на две части. Теперь, естественно, у нее есть как бы там рельсы сверху. Я думаю, я не знаю, снизу, мне кажется, нет рельсов. Но сверху, сверху есть рельсы, да? Правильно? Сверху есть рельсы. Вот. Теперь. Поскольку есть рельсы, тогда вот такого рода гармошку можно раскрывать, даже если вы ничего не начинали. У вас ничего не раскрыто. Это полностью можно делать. Да? Потому что это написано у нас в дальнейшем. Мы должны с вами это проходить. Это здесь идет принцип, который называется, когда у вас уже все установлено и создано. Тогда это раскрывать нет проблем. Я более подробно скажу попозже. Вот. Пока. Да? Я иду в речь не о таких вещах. А вещь, которой у вас никакого презента нет. Нет у вас средств сейчас купить такую самую крышу, которая у вас будет автоматически там раскрываться, закрываться. Нет у вас средств пока купить. Что вы делаете? Вы делаете просто там просто брезент. Да? У вас есть палки там. Вот. Вот. Если еще можно будет накинуть. Так. Вот. Так вот для этого важно, чтобы он у вас уже был начат. Когда он у вас уже начат на 80 метров, тогда можно это шаббат. Если он прикрепил с одного края, допустим, в стене, чтобы он не съезжал. И вы постоянно скучали. Опять-таки, если вы закрепили так, что он у вас все время будет находиться там в этом положении, он у вас постоянно. Он у вас постоянно и постоянно нельзя добавлять. Да, да. Он постоянно вот этот вот сверху гагон, он уже постоянно прикрепил к гагоне. Правильно. Но поскольку этот самый гагон, он ездит на рельсах? Нет. Правильно. А? А, вы имеете в виду на коляске? Нет. Я просто сравниваю коляску с этой. С коляской. Опять-таки, у меня проблема, потому что он закреплен там и он таким вот образом автоматически, ну не автоматически, я говорю. Он просто раскрывается, закрывается уже как механизм. Как механизм. Он подобен этой самой стенке, которой он сказал, что она ездит на рельсах. Да, эти механизмы это отдельный отсек. Здесь идет речь о том, что это вещь просто, просто вы положили. Так. Положили. Вот он немножко там это, это вниз, там может быть подвязан каким-то там это бантиком. Вот. Так, чтобы можно было шаббат раскрыть. Но это видно, что человек это после шаббата снимет. Даже если не видно, но у него были намерения это сделать только на шаббат. Да. Только намерение было сделано на шаббат. И вот для таких случаев вам нужно, чтобы это было немножко раскрыто. Так. Растянуто. Именно растянутая, не гармошка. Это самый важный момент, который нужно учесть. И тогда это можно делать. А теперь, слушайте, интересно, как бы, есть продолжение этого момента. То есть, как бы, те, у которых нет балкона, скучают, думают, для меня это не актуально. И зачем это знать? Теперь, смотрите. Есть такая Аллаха, Аллаха, которую, ну, как это нужно понять. Изначально скажу, что это Аллаха, это Аллаха Али Мушами Синай. Знаете, как бы, что такое Аллаха Али Мушами Синай? Значит, это что-то среднее между письменной Торой и устной Торой. Почему это похоже на письменную Тору? Потому что то, что в ней говорится, это, скажем так, оно не поддается логическому описанию. Почему это так? Почему это похоже на устную Тору? Потому что это не написано в письменной Торе. Так? То есть, это, в принципе, письменная Тора, только она не написана. Она передавалась, это из поколения в поколение, от Мушарабейну и до наших дней. Так? Так вот, это звучит от Аллаха таким образом, что, если у нас есть палка, так, допустим, которая висит, закреплена, да, на какой-то высоте, есть другая палка, и между ними расстояние меньше, чем 3 Тефаха, 3 Тефаха, то есть, каждый Тефаха, мы говорим, это 8-9 сантиметров, то есть, это 3 Тефаха, это будет 24 сантиметра примерно, да. Вот, так если это меньше этого самого расстояния, так, мы говорим, что это расстояние, которое у вас ничем абсолютно не закрыто, мы рассмотрим, как будто оно у вас закрыто. Вот оно у вас закрыто. Так? Вот такая вот Аллаха. Такая Аллаха. Это Аллаха, который Аллаха Торы. Вот. И на базе этой Аллахи мудрецы сказали интересную вещь. Признать себе корабль. Так? На этом корабле до Шаббата установили такие стропилы, такие балки. Так? Вот. На расстоянии друг от друга вот именно меньше, чем 24 сантиметра. Так? Говорится о том, что можно в Шаббат, да, в открытом море, то есть, солнце печет и так далее. Можно постелить брезент. Прямо со мной всего у него. Так. Этот брезент будет в этих самых, в этом расстоянии. Он будет создавать ойл. И причем этот ойл будет больше, чем тефах. То есть, он будет чуть меньше трех твахим. То есть, 24 сантиметра. Это явный ойл. И тем не менее, это можно делать. Почему? Потому что это расстояние рассматривается, как будто оно перекрыто. Как будто оно перекрыто. Поэтому все, что я делаю, я просто добавляю к уже созданному навесу ойлю, дополнительно еще перекрытие. Вот и все. Безусловно. Только в том случае, если это делается временно. То есть, человек должен подумать об этом. Подумать? Да. Погулять ойл кеба, временный ойл можно? Нет. Ну, так эти хишуки, это получается ойл кеба? Нет. Потому что они постоянно светлые? Нет, нет, нет. Установили их так, чтобы они не были постоянными. Эти стропилы установили, допустим, на пару жалких дней. До шабата. И потом. Даже в этом смысле, они не рассматриваются как постоянный ойл. Потому что постоянный ойл должен быть настоящим. А не виртуальный. А в данном случае, это виртуальный. Но вместо того, что фактически там же ничего не прикрыто. Если это только стропилы стоят, они же никак не защищают от солнца. Правильно? Только мы говорим о том, что Аллаха с законом говорит о том, что мы можем рассматривать это расстояние, как будто оно прикрыто. Понимаете? Нет. Но фактически это не является ойл. И его не делали для ойл, собственно говоря. Поэтому это еще дополнительная причина, почему это... Вы говорите в том случае, если их сделали специально для этого. Чтобы в случае можно было натянуть. В таком случае вы правы, нужно сказать о том, что их сделаю временно. Вы правы? Вы правы? Вы правы? Там сильно не написано. Более того, там даже не написано. Там не написано, что они были сделаны до шаббата. Даже это там не написано. Правильно? Почему? Это не так. Это не так. Потому что как раз то, что Аллаха обсуждается. Тосфот это обсуждает. Рабя Кеви говорит, это обсуждает. Мааршо это обсуждает. Они говорят о том, что по идее это можно было сказать, что делали в шаббат. Только мудрецы все-таки устражили и сказали, что это не происходило в шаббат. Поэтому я вам говорю по той части, что не устражили в шаббат. Но вы правы, но нужно сказать, что если это действительно дело специально для них, то это делали временно. Нужно обязательно такое сказать. Иначе будет в туалике, нельзя добавлять. Ну а если Мишна думала, то он еще в Канаду такого выпишет? Нет, нет. Во-первых, это не так. Они написали, только они написали именно в этом месте. Конечно. Для этого я делаю предисловие. Предисловие к Мишне Бруле, который... В смысле он сам пишет только раньше. Топ, теперь смотрите. Где это может быть актуально? Если, допустим, у вас есть люль. Так. Кроватка, детская кроватка стоит. Со своими стенками. Так. Вот. И у вас... Получилось так, что у вас до шаббата, да, на этой самой... На этой самой стенках, у вас еще не знаю, там получилась какая-то перекладина. Я не знаю, как у вас могла получиться, но получилось. Так. И расстояние от этой перекладины до стенки люля меньше, чем 24 сантиметра. Получается, что вы можете сделать? Ребенка там мешает мухе спать. Так. Можно накинуть простыню на весь люль. Потому что он у вас считается, что поскольку у вас есть от стенки до... Там, не знаю, какая-то перекладина, не знаю, там... Знаете, есть такие игрушки, которые дугой такой идут. Правильно? Над люлем навешивают. Правильно? Не стараются. Ну, в общем, нет. У вас такой стропил вот этого стоит. Оно у вас стоит совершенно для того, чтобы быть игрушкой просто. Правильно? Но расстояние между этим стропилом и стенкой, так, меньше, чем 24 сантиметра. И оно даже не будет належивать с этой игрушкой. Ну, это ничего страшного. Ничего страшного. Главное, что у вас есть между ними это расстояние. Так. Вы можете перекинуть. И таким образом ребенок будет у вас спокойно спать. И мухе не будет мешать. Вот. Так. То есть, этим вполне можно воспользоваться. Это понятный момент? Я понятный вещь? Да? Так. Потому что тебе стропилу эту субботу можно поставить? Говорят, что нет. Мудрецы говорят, что нет. С игрушкой. А, с игрушкой самой? Дайте-ка я подумаю. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я сейчас устанавливаю. Естественно, чтобы у меня была игрушка, не для того, чтобы сделать оиль. Правильно? Была игрушка. А потом мухе не мешает, и я просто туда. Как раз Мааршо спрашивает сам вопрос. Он спрашивает Анатос вот этот вопрос. Он говорит, что получается, что человек может сделать пару перекладин, а потом накинуть на этот момент. Однозначно могу сказать о том, что если он это будет делать, если он будет это делать с целью того, чтобы ее в конце концов прикрыть, то это нельзя. Но если он поставил игрушку, только для ребенка, закрепил, причем так закрепил, что она, как мы с вами учили, что закреплять можно, определенным образом так, чтобы это не было на постоянно. Сегодня поставил, уберет потом, потому что ему неудобно ребенку через эту игрушку проносить. Все понимают, о чем идет речь? Есть такая дуга. На этой дуге навешаны всякие там игрушки. Допустим, ее подкручивают, как резьбой такой. Закрепляют. Это можно закрепить в шаббат. По идее, я не вижу здесь проблемы закрепить в шаббат. И потом пришла в голову мысль, что можно это накрыть, можно это сделать. По идее, я не вижу проблем это сделать. Кстати, параллельно отвечая на ваш вопрос, мне кажется, вы спросили в шаббат по поводу полотенца, помните? В чем был вопрос? Вопрос такой был. Если у нас, допустим, в ванной есть два таких штырька, и когда вы вытирали полотенце, вы хотели его просто повесить на эти штырьки, только именно два, наверное, с целью, чтобы они быстрее высохли. Да? Вот. Поэтому сделали именно так. То есть повесили вот так, что у вас здесь есть, безусловно, расстояние тефах. Да? Это полотенце между двумя штырьками. И снизу у вас спадает это самое полотенце. Как вы думаете по этому поводу? Что вы думаете по этому поводу? Сушить вообще нельзя. Сушить вообще нельзя. Ну, скажем так, повесить обратно полотенце, которое вытер руки, можно? Да. Нет, нет, повесили просто в это их место, просто разложили так. Не сушить, чтобы сушить. Воспользоваться этим как только это. Просто мне хотелось бы все-таки, чтобы оно немножко подсохло до того, как я буду пользоваться им. Да? Вот. Только для этой цели я это делаю. Ваше мнение? Ну, живее, живее, живее. Здесь обогреватель. А что тут? Мы же не сделали, чтобы там что-то здесь сидеть. Почему это не ойль? Это разве не ойль? Это делается временно. Временный ойль можно делать? Да. Временный ойль можно делать? Да. стенок? Стенок нет. Такие стенки тут стены floating? — Не нужен? — Нет, не нужен. Зачем? — Можно еще попросить прикрытия двери? — Если бы она не нужна, она поповесила на один крючок. — Вот именно. То есть дело, что именно человек заинтересован в том, чтобы здесь это место проветривалось. Именно поэтому она повесила так, а не так. Понимаете? Если бы нужно было повесить полотенце, чтобы она висела, не валялась, можно было повесить так. Повесили так, чтобы она быстрее просохла. Получается, здесь нужно нам это пространство. А мы с вами говорили... — Эти бочки. — О, как раз я хотел напомнить. Я говорил вам в позапрошлом уроке о том, что когда стоит бочка с вином, еще сверху бочка с вином, между ними есть расстояние. Это расстояние говорит о том, что это пространство необходимо. Для чего это пространство необходимо? Для того, чтобы не было, не происходило блестливение этих самых бочек, которые, соответственно, повлияют на вино. Поэтому это расстояние нужно. В данном случае человеку нужно, чтобы это подсохло. Я этот вопрос спрашивал Рау Гольману. Он вначале сказал о том, что ему кажется это уж слишком... — как на русском перевести слово — араи. Араи — это очень временно. Помните, я с вами говорил о том, что я спрашивал вопрос, что человек, когда в туалете сидит на этом самом стуле, то тем самым тоже сослоняет пространство внутреннее. И то же самое по этому поводу Рау Гольман сказал, что ему кажется, что это очень уже случайно, по-другому сказать. Так что он всем хотел сказать. Он хотел сказать, что все-таки даже временный ойль, он должен нам показывать то, что мы сделали строение здесь. Устроение оно подразумевает то, что здесь какое-то время должно простоять. Ну, хотя бы не знаю, там час, два часа, три часа, четыре часа, да? То есть построили. — То есть это может долго стоить? — Да-да-да, поэтому там это вопрос. Но в отношении полотенца, которое повесили, ну, повесили, через пять минут воспользуются с ним и его снимут. Вот. Но при этом он сказал ему целый момент о том, что, ну, ведь человек повесил так, а не просто, ну, как бы оно не висело, а именно вот разложил так, чтобы ему это, ну, пространство на его проветривалось, да, высушивало это самое полотенце. Вот он сказал, что он слышит этот момент и сказал, что, ну, надо подумать. — А если этот крючок идет непраллельно, а вот так расходится? — То же самое, поскольку… — То же самое, поскольку… — Потому что там где сначала вот это, в начале? — Но! — В итоге будет? — В итоге будет? — Это же продолжение, то же, как мы говорили. Продолжение. — Ну, в итоге все равно у вас есть тефах. Ну и что? Вы же повесили это одновременно, правильно? Вы повесили это одновременно, сразу накинули таким образом. У вас в итоге получился этот самый тефах. Мне кажется, тот же самый случай. Теперь смотрите, то, что я вам сказал по поводу виртуального, скажем так, ойля, да, то, что я сказал, что у вас есть расстояние меньше чем 2-4 сантиметра между двумя палками, то это расстояние можно покрыть. Здесь есть разногласия между мудрецами, Мишнабрура и Хазаныш. Хазаныш говорит о том, что это можно делать только в том случае, если вы накладываете эту простыню или что-то в любое другое на вот эти самые готовые балки. Палки, балки, это так, накладываете. Но если вы делаете это так, значит, у вас в начале вот есть стенка вот самого люля, и следующая там у вас какая-то перекладина тоже есть, а дальше у вас ничего нет, пустое пространство, то накидывать сверху, ну знаешь, говорить ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что фактически у вас же здесь не было ойля, начала-то его не было. Просто мы говорим, что у нас виртуально здесь присутствует. Этого, говорит, недостаточно. Так? Вот того, чтобы можно было продолжить в месте, где ничего нет, никаких перекладин, да, этого недостаточно. В Мишнабурре написано, что да, достаточно. В Мишнабурре написано, что да, достаточно. Если я положу на этот кусок, где есть 3 темы, конечно, 3 темы. Сначала закроют дверь, а потом продолжим. Вот это то, что звучит из Мишнабурре. Теперь, здесь есть такой нюанс. Урхот Шаббат. Урхот Шаббат пишет, наверное, интересно. Они написали о том, что когда у вас есть вот такие вот перекладины, вы можете накинуть простыню. Так? Они не написали в случае, про который говорит Мишнабурре, что когда у вас есть только одна перекладина, ну две, скажем так, а дальше нет перекладины, можно ли накидывать простыню? Так? Это они не написали. Не написали. То есть, получается, они опасаются на мнениях Азуныш. Но в замечаниях, примечаниях, они написали мнение своего учителя, Равшмуля Оирбаха Шлита. Так? Вот. Что, по его мнению, можно сделать, вот как я вам сказал, о том, что когда у вас есть перекладина, еще одна перекладина, а дальше нет перекладин, можно все равно накинуть, поскольку... Но обязательно нужно накинуть именно на эту перекладину. Вы не можете начать от второй перекладины и дальше. Нужно именно, чтобы у вас было вот на этот самый промежуток меньше двадцать четырех нантиметров накинуто. И вы можете продолжить. Все и то, и другое можно сделать в Шаббат. Но именно таким образом. Вот. Теперь. Поскольку это разногласие. И видите, Мурхот Шаббат не написали такой вариант сами по себе. В пунктах. А только написали в примечании. Мнение своего учителя. То есть, получается, они опасаются на мнениях Азуныш. Вот. И здесь нужно знать, насколько это можно спокойно делать. Насколько это можно спокойно делать. По идее, этот вопрос требуется, чтобы, ну, все-таки спросить у Рава. То есть, когда есть перекладины на расстоянии меньше двадцать четырех нантиметров, я могу накинуть. Нет проблем. Но когда я хочу продолжить в месте, где у меня уже открытой пространстве, у меня никаких перекладий нет. Только на том основании, что у меня есть в одном месте вот такое вот расстояние. Так. Вот. Здесь, по идее, нужно спросить Рава. Я сам постараюсь это сделать. Я пытался сделать сегодня, но не получилось. Вот. Но где мы, да, мы можем однозначно этим воспользоваться, насколько я учил это правило, что когда у нас есть разногласия мудрецов в отношении закона мудрецов, в отношении закона мудрецов, то тогда для детей мы можем облегчить. Секундочку, я только хочу завершить этот момент. Я говорил вот такой момент, что, допустим, есть разногласия по поводу, можно ли переносить в месте, где есть ируф, но в то же время, поскольку в районе живут в том числе нерелигиозные люди, то нужно устражать и не переносить в таком месте. Так. Есть такое мнение, есть такое мнение. Так. Вот. Есть мнение, которое говорит, что можно полагаться на то, что в случае, поскольку большинство населения это религиозное в районе, вот, то можно воспользоваться услугами полиции, которые заставят нерелигиозное население как бы подчиняться большинству. Но поскольку это только теоретический момент, потому что, поэтому есть многие мудрецы, которые говорят, что это нельзя полагаться. И вот, но есть разногласия во мнениях, да. И даже если меньшинство мнений говорит о том, что можно воспользоваться услугами полиции, а большинство говорит, что нельзя воспользоваться, потому что нельзя на это полагаться. Так. То в отношении детей, когда есть разногласия в отношении закона мудрецов, да, говорит о том, что если нужно что-то перенести, можно дать ребенку. Вот. Конечно, если ребенок заявил сам, что он не желает это переносить вещи, да. Это старший сын сказал такую вещь, я не буду переносить. Он решил какой-то момент, видишь, что папа не переносит, он говорит, что не буду переносить. Вот. Не нужно его заставлять это делать. Вот. Но когда, с точки зрения вашего, это как бы, то есть с точки зрения того, что маме или папе это нужно сделать, и ребенок не возражает, он пока не выражал своего мнения по этому поводу, то этим можно воспользоваться. Поэтому самым принципом можно сказать здесь, что если вы видите, что дети, допустим, играют в какую-то игру, в которой этой игре важно постелить простыню. И у них есть вот это самое начало, да, где у вас есть два, две палки, придумайте сами какую-то такую ситуацию, но у вас есть два, две палки, на которые можно, между которыми расстояние, так, меньше, чем 24 сантиметра. И есть дальше, там, не знаю, там, они хотят сделать какую-то палатку, они могут накинуться. Потому что есть мнение, которое разрешает, есть мнение, которое запрещает, это запрет мудрецов. В таком случае можно этим воспользоваться. Так, есть такая игра капло, капло, капло. С палочками такими играют. Вот, либо там клик, клик, так, то же самое, нужно обязательно, чтобы было сделать. И там очень часто бывает, что есть расстояние, они уже сделали, так, и хотят закрыть это полностью. Вот можно ли это позволить? Так вот, на таком основании это можно позволить. Вполне, потому что там, наверняка, расстояние меньше, чем 24 сантиметра. Часто это может быть. Вот, поэтому детям это можно позволять. Но, при этом делайте не вы, они. Вот, пока мы не узнали лоху, потому что очень может быть, что это... Я видел, допустим, Равкар пишет о том, что можно делать как помечный брули, то есть, без того, чтобы вас были везде эти самые стропилы. Он пишет такое, можно сделать. Но урхот шабат написали, что это нельзя. Я хотел перепроверить этот момент лично. Пока понятно, да? Так, теперь, последняя тема, которую я хотел бы обсудить с вами сегодня. Вот, это касается вот этих самых механизмов, которые у нас уже созданы. То есть, начнем с самого простого варианта. То есть, мы говорили с вами уже не раз, стул, шезлонг. Тент, как называется, на него. И он просто раскрывается таким образом. То есть, он уже все натянуты. Да? Мы сказали о том, что, когда у вас уже все натянуты. И вам нужно только его раскрыть. Так? Вот. То такого рода механизм можно делать. Это раскрывать шабат. Так? По той же причине, мы сказали по отношению раздвижной стенки. Да? Когда она у вас ездит на рельсах. Поскольку уже есть рельсы, которые она там закреплена, она ездит. Мы говорим, что это механизм. Это можно делать, даже если у вас не было раскрытия, ну, там, не было развинута уже на 8-10 метров. Даже гармошкой дойдет. Да, пожалуйста. Вы меняете ли нитик к этой самой клюлиной? А все тоже не киргерпу. Все раскрыто. В отношении вопроса, который спрашивали? Нет. Потому что, потому что там не ходи на по рельсам. Это не механизм. Понимаете? Это вы должны вынуть штырьков, ставить штырьки. И вот это самое внимание, это делается раз иногда, это не механизм. Это не механизм. Все равно, что у вас полка в шкафу, вам кажется, мало места, вы берете эту полку, снимаете с этих штырьков, ставите на штырьки, которые более там ниже находятся. У вас пусть было больше пространения. Это явно не механизм. Здесь это, да, механизм. То же самое, когда у вас есть коляска, на ней есть крыша. Ход шабат это указали. Взять ее полностью, закрыть, раскрыть. Поскольку это механизм, который уходит туда-сюда, то это можно делать. А сверху надо на коляску набросить? Какую-то вещь, которая будет защищать. Те, которые улучшат рухот шабат, что по этому поводу могу сказать? Можно ли накидывать, сказано, у вас есть крыша на коляске, и вам еще нужно, вы хотите накинуть, допустим, от дождя, да? Допустим, какое-то такое еще. Или от солнца. Или от солнца, допустим, какую-то вещь. Но от солнца странная крыша. О, прежде, да. То есть ты сказать, что мы что делаем, мы продлеваем. То есть у нас уже есть, да? Сказала, у нас уже готова эта вещь. Да. Мы можем продолжить это дальше. Уже готова вещь. Вот как раз то, что мы с вами сегодня это учили. Вы же говорите, что это Олькеба, нет? Это не Олькеба считается? В смысле? Гогона коляске? Нет, нет. В смысле, Гогона коляске? Нет. 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 Все время открывается. Нет, это не Олькеба. Это не Олькеба. Это не Олькеба, потому что уходит механизм. Как дверь. Как дверь. То же самое принцип, как дверь. Как дверь, понимаете? То же самое принцип. Эти все вещи, которые уже готовы, только раскрываются, у них принцип вот этой самой двери. Которые устроены так, чтобы ходить туда и сюда. Так, теперь. Есть еще один случай, когда у вас что-либо, допустим, сворачивается до конца. Но есть нити, за которыми можно это потянуть. Ниточки. Да, я не знаю, там веревочки. Я знаю, какие-то. А? Трис? Есть такой трис. Трис? Трис – это береговоротка. Только это как? Трис? Не, ну, в любом случае, если у вас такая вещь свернута, так, то и у вас есть эта самая веревочка, с которой можно потянуть. И они у вас свешиваются, эта самая веревочка. Даже если у вас не раскрыт вообще, это можно сделать, можно потянуть. Почему? Потому что эти самые веревочки считаются, как будто уже они начали это самое действие. Да, то есть уже, как бы, они уже начинаются, уже немножко вы раскрыли, как бы, эти самые вещи. Это понятно? Так. Теперь, в отношении зонтика, я думаю, нет никаких вопросов. Хотя, как раз, у зонтика такой же сам механизм, по идее. Да? Такой же механизм, абсолютно, как и то, что ты сам говорили. А? Что есть механизм, который просто нужно раскрыть. Вот. И, по идее, почему нет? Какая разница между этими вещами? Вот. И эти вещи, зонтиком занимаются много мудрецов, занимались. И писали длинные-длинные ответы по этому поводу. Вот. Один из них, который говорит, он говорит просто, что зонтик настолько похож на ойль, что это достаточно причиненно, чтобы его запретить. При всем том, что он, вот как бы, да, работает на механизме, и мы механизм разрешаем, но вот зонтик, он уж очень похож на ойль. Идет вопрос о том, что когда зонтик находится на, допустим, установлен на коляске. Вот. Можно ли его там раскрывать? То есть, не когда в руке его держу, а именно когда уже на коляске. Можно его там раскрывать. И есть мнения, которые, да, разрешают. Но мне кажется, в наше время такие зонтики, они как-то не очень, да, я не встречал такие коляске с зонтиком. Закрепленным зонтиком. Закрепленным зонтиком. Что там? Есть велосипед. В коляске зонтиком вы говорите? Закрепленные. Место крыши, место крыши вставлены? Да. И его раскрывает там? Да, он вон вон. написано мнение, что в таком случае, да, разрешается. Я не знаю, насколько это мнение общепринятое, но я видел написано мнение о том, что да, разрешает такого рода вещь, идет, именно закрепленный же. Это не коляска. Что-что? Это не коляска. Я видела такой велосипед на такой палке. Так. Он как бы прикреплен, но он на палке. Но он выглядит, но это все-таки не коляска. В общем, можно такое? Да, там есть зонтик. Да, есть такие велосипеды. Так, там такая палка впереди. Так. Он на ней зонтик. Он как в какой прикрепленный момент? Так, его нужно раскрывать именно? Его раскрывают именно? А, настоящий зонтик и таким образом раскрыть. Ну, тот же самый момент, как здесь сказали. Тоже самый момент. Вот, давайте пока мы этот момент до конца не уточнили, пускай это сделают ребенок. А в чем разница? Почему он в руке держа нельзя? Почему он закрепленный на этом можно? Потому что именно, когда он закреплен, он считается как будто часть механизма всего. Он уже как будто все сделано там. Это тонкая вещь немножко, но когда что-либо закреплено окончательно, и только нужно его раскрыть, это да, разрешается. Когда же я держу в руке, да, и раскрываю таким образом, есть те, которые говорят, даже такое, по идее, можно разрешить. Потому что вы нажимаете на кнопку, у вас все раскрывается. Вот. Когда у вас механизм... Когда он закреплен в пол, он стоит на полу, я прикреплен. Пригрел в пол, это раскрыть. Пшш, хороший вопрос. По идее, по идее, нужно... Я перепроверил, безусловно, но это... Хорошее развитие темы, по идее. Что такое-то можно сделать? Что-что? Вот такой. Шаббат. Он закреплен. Он закреплен. Это тоже можно сказать. Но он уже очень похож. Он уже очень похож. А закрывать зону, который нечаянно открывает? Закрыл. Если это можно открывать, можно закрывать. Если нельзя открывать, нельзя закрывать. Принцип в этих вещах такой, именно такой. Я скажу только последнюю вещь, я просто должен был бы сказать. Хотел бы успеть сказать, и на этом мы завершим тему Оиля. и с одним занятием мы начинаем уже вязать узлы и развязывать их. Различного рода. Теперь смотрите. Значит, у нас есть кровать. Если у нас есть кровать, которая у нас... Вот эти самые... Ну, дно сделано тоже такими вот палками, так? Только расстояние между ними больше, чем 24 сантиметра. То есть расстояние, которое мы не разрешаем. Так? И на нем лежит матрас, либо что-либо такое. Так? Лежит какая-то такая вещь. Вот. То здесь нужно быть внимательным, что поскольку мы не имели права бы положить на такую вещь, потому что бы сделали Оиль. Расстояние слишком большое. Больше, чем 24 сантиметра. Правильно? Мы не имели бы права положить этот матрас. Соответственно, его нельзя убирать. В этот момент надо помнить. А то узнаете, когда бы там закатилось что-то под матрас, в такой кровати, где он там находится, и подняли. И все. Вот это запрет мудрецов, но нарушили при этом. Жал. Луча, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok